Развивающие игры, книги, снаряжение для зимних видов спорта, одежда и обувь. Всего более 20 коробок гуманитарной помощи для детей. На днях пункт сбора доставили члены общества инвалидов. Несмотря на то, что представители организации и сами нуждаются в поддержке, они не смогли остаться в стороне от беды, которая обрушилась на жителей Луганской и Донецкой народных республик. Часть помощи, которую получаем от своих друзей-спонсоров, передаем Луганской и Донецкой народным республикам. Но у нас всегда в приоритете дети. И сегодня, конечно, нам хочется поддержать, порадовать детей, которые получили такой стресс, чтобы они почувствовали нашу заботу, тепло наших сердец, что мы рядом, мы вместе, мы за мир. Пункт сбора гуманитарной помощи при общественной палате муниципалитета начал работу 24 февраля. За это время собрано более 3000 килограммов различных товаров, необходимых жителям ЛНР и ДНР. Ежедневно крупные партии коробок отправляются в региональный пункт, откуда вещи и продукты питания доставляются адресатам. Обязательно нужно присоединяться к этой акции. Если не сегодня, то завтра. Она, как минимум, прилина до конца марта. Но пока что вообще бессрочно. Так что обязательно присоединяйтесь. Ваша помощь очень нужна людям. И таких неравнодушных в Ленинском округе много. Ежедневно в пункт приходят десятки жителей. Сейчас, когда в список разрешенных товаров вошли продукты, люди в основном несут продовольствие с большими сроками годности. Душа болит, потому что мы все соотечественники. Мы не такие же, как и мы. Мы все русский народ. Почему нет? Мои дети накормлены, слава Богу. А вот те дети нуждаются больше, чем мои в данный момент. Поэтому мы просто обязаны им дать это все. Напомним, пункт сбора гуманитарной помощи работает ежедневно. Будни с 10 до 20 часов, выходные с 11 до 16. Находятся по адресу проспект Ленинского комсомола, дом 23, корпус 3, помещение 128. Юлия Пагасян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.